добрый вечер всем девочки сижу улыбаюсь да вот тут администратора написала в чате информацию что проверьте пожалуйста сбок у вас на экране внизу справа есть микрофончик и там написано отключить прошу прощения справа слева как традиционная женщина лево-право путы вот слева внизу отключить звук отключите пожалуйста иначе будут помехи в эфир вот и я да у ленька все вижу ага я сижу улыбаюсь у ленька у нас зашла не так давно и она как истинная женщина так минуточку и она как истинная женщина у она как истинная женщина посмотрела на себя как зеркало в экран поправила причесочку улыбнулась себе вот это и отметила да и было очень приятно вот столько женственности в движениях любовании собой я сижу мне так тепло тепло стало я сижу улыбаюсь какие мы все-таки женщины красивые вот и поэтому на одну минуточку начала эфир пораньше чтобы как раз вот оленьке которая не тогда давно вошла в эфир да вот проговорить вот эти слова благодарности за то что она вызвала тепло у меня в душе итак сегодняшний вебинар у нас на очень важную тему свобода почему я вообще задумалась о свободе то есть вот в своей жизни я поняла что вот я люблю человека и я хочу сохранить эту любовь надолго то есть анализируя весь предыдущий свой опыт опыт большинства женщин в нашем мире я вижу что любовь затухает вот они пошли красивые чувства да а потом вот это бытовуха все засосало я понимаю нет вот бог так не хотел в мироздании все идет по спирали развития вселенной расширяется и значит наша любовь должна расширяться то есть где-то у нас есть мировоззрение восприятие этой жизни какая-то ошибочка и когда я стала наблюдать и на чем теряется любовь я поняла это когда мы начинаем за что-то цепляться то есть вот тут не то сделал не так посмотрел мы же ожидаем одного мужчина этого не делает да и так далее так далее вот это зацепилась я поняла что да мы страшно не свободны мы не свободны именно в своем мировоззрении потому что мы живем в каких-то стереотипах и вот размышляя и я поняла что когда рождается несвобода вот у меня четверо деток и я наблюдала за каждым из них да то есть вот за первыми может быть не так а вот с третьего ребенка и наблюдала особенно осознанно вот он такой богатырек рос и у него было интересно представить у него настолько интуиция была развита что в три года он человека рисал рисовал то есть нарисовать нарисовать человека с руками ножками и вокруг круг а первый раз когда он рисовал спрашивала там папа напротив все мама это тоже папа то есть он видел ауру и он рисовал всех человечков кружочков и он любил разговаривать домовым как я понимаю и он такой рассказом мама есть человеком играю называл просто человеком горит он такой и волосы мне дыбом поднимал вот так вот однажды И сижу такая, вот он лежит на диванчике, я ему читаю книгу. И он говорит, мама, вон, смотри, вон человек стоит, как бы за моей спиной. Я такая вот не жуткая, я оборачиваюсь, конечно, никого не вижу, но вот понимаете, такая ситуация. И я понимаю, вот дети в том возрасте свободны. Они не боятся человеков, они видят ауру. То есть их вот это мировоззрение свободное, оно позволяет ни на чем не зацикливаться, легко очень на все реагировать. То есть я вспоминаю реакцию своей последней дочери. Я на что-то, на ней так, мам, ругаюсь. Она смотрит на меня, подходит, она плачет, потому что ей больно, но она тут же меня обнимает, говорит, мама, пожалей меня. И вот этот конфликт я просто не забуду никогда. То есть у меня вот эти эмоции идут, раздражение на ребенка, и этот же ребенок, на которого я раздражаюсь, приходит, говорит, мама, обними меня. И я понимаю, что дети у нас, они такие, вот у них нет того, что есть у нас. Я, значит, такая отслеживаю, когда же все это начинается? А начинается, когда мы, дети, либо нас в свое время начинали фокусировать внимание не на просто жизни и на моменте здесь и сейчас. Так, а ты должен вот это, а ты не сделал, ругается. Нужно делать то-то, то-то в школе должен, обязан, так далее, и все. И мы вот начинаем взрываться вот в эти схемы несвободы, когда нам нужно думать о том, и следить так, все ли мы сделали, обязаны, должны кому-то или нет. Я когда готовилась вот сейчас к вебинару, думала, как же поподробнее вот эту тему-то свободы донести, прежде чем вот подступить действительно вот к развороту вот этих событий. И чтобы было понятно, то есть, что вот вообще свобода – это наша свобода, свободно мыслить так, как мы хотим, быть не зацеплены за какие-то страхи, комплексы. И вот тогда мы живем свободно. И вот теперь представьте, если мы свободы, нас не за что зацепить, и мы просто любим, мы просто любим. Вот мужчина что-то сказал, а у нас внутренняя сила какая-то такая есть, мы на него посмотрели, все поняли, и просто мы свободны, мы не реагируем и продолжаем жить в своем настроении, в своем потоке. И вот когда-то у меня возник такой образ. И вот перед вебинаром я просто градировала, чтобы было понятнее, что такое несвобода, как, где мы приходим к несвободе. Вот первый момент – это вот на работе дела, которые нужно сделать, дома дела, там что-то купить, что-то сделать, позаботиться там, да, вот эти вот уроки какие-то. Вот это надо, оно переключает наш фокус внимания на несвободу, вот на эту рабскую психологию. И получается, если мы что-то не доделываем, мы начинаем переживать. То есть первый тягунок от свободы – это надо сделать фокус внимания. То есть мы не думаем, что мы хотим испытывать, какими мы хотим, что мы сейчас хотим делать, да. Мы обязаны что-то делать. Вот это первый элемент несвободы. Второй – когда что-то мы не успеваем, мы попадаем на второй виток несвободы, мы начинаем переживать, что мы, ну, что-то не успеваем. Следующий момент – это отношения. Отношения, вот он как-то сказал, он так, он не посмотрел. Мы раз съёжились, это незаметно, это не непрямая несвобода, она невидимая. Но мы вот съёжились как-то, и мы не можем радоваться и свободно жить. А вот недопонимание, недопонял, недополучили, вот эти наши стяжечки, что нам чего-то не хватает, неуютства, да. Это вот всё результаты нашей несвободы, что мы либо чего-то ожидаем, либо нас что-то больно ранило, и мы ходим, вот это вот прокручиваем, не можем отсоединиться, и вот это вот есть тоже несвобода. Это какие-то ситуации, когда мы переживаем, например, за детей, то есть за мужа, вот эти все переживания, надумывания какие-то – это тоже несвобода, потому что в этот момент мы живём не в том, что мы хотим делать, по-честному, да, непредвзято, а вот в естестве своём. А это мы находимся тоже в каких-то рамках переживаний, в тисках, мы не являемся, кто мы есть изнутри, мы являемся в этот момент вот этим переживающим моментом. И, конечно же, наши комплексные относительно себя самой, когда мы что-то комплексуем, ой, не так сделали, ой, я некрасиво выгляжу, я на себе поймала тут комплекс в тренажёрном зале, занимаюсь такая, понимаю, я недовольная. Меня тренер спрашивает, Танюшка, что-то ты сегодня недовольная. И я такая понимаю, я загрузилась, что я на 2 килограмма поправилась, что мне щёчки здесь подвисли. И, понимаете, вот я не могу, я даже не заметила этого. То есть это настолько захват идёт невидимый и не даёт мне в радость выйти, то есть подкрадывается незаметно. И со всей моей прокачкой ежедневной психологии и выхода в свободу, да, я даже не поняла, как меня засосало. Вот маленький крючочек, он уже испортил то, что я хотела бы испытывать в жизни. И вот так мы примерно попадаем в стене свободу. И вот самый такой момент получается, что попасть в несвободу – это не проблема. А вот как из неё выйти? Потому что многие схемы у нас настолько сели в голове, что очень тяжело вообще их прорабатывать, психологически избавляться и быть собой, почувствовать, кто я такая. Вот сейчас у меня идёт три женских круга, и самое сложное задание было для девочек про написать, какие эмоции, какая я красивая. Какая я красивая – это не внешне, а какие эмоции я умею проживать. Внутри – вот красота эмоций, красивое течение, кто-то умеет красиво любоваться на огонь, кто-то умеет проживать чувства глубокого материнства, кто-то умеет испытывать вот эти пацанские, весёлые женские чувства. Это всё наша внутренняя красота, уникальность. И девчонки настолько бессознательно живут, не осознавая себя в несвободе, что не то, что даже понять, что я чувствую, осознать, что эмоции проживаю сложно. Было задание, что три раза в день нужно было завести будильник и в эту минуту просто спросить себя, что я сейчас хочу. Вот вообще ступор почти у 100% девчонок. То есть мы настолько не ощущаем свой поток потерянный, мы настолько привыкли в несвободе. И вопрос, как из неё выйти. И вот когда я размышляла на эту тему, как же выйти в свободу, конечно, первое – это нужно ощутить, что такое свобода вообще. Вот как бы вот этот аромат, запах, то есть побывать к ней, в ней. И если мы приучим себя, хотя бы вечером ложась, вот окунаться в эту свободу, у нас мозг, он начнёт потихоньку привыкать, и хотя бы иногда у нас будет включаться в осознанность, так, я опять не в свободе, так, сейчас всё очистим. То есть нам надо как-то попасть в состояние свободы, почувствовать его, хотя бы прожить секунд 10-15 один раз. И вот мы с девочками ещё использовали инструмент мечты, потому что женщина движет мечтою, когда прописывается мозг, срабатывает механизм, мироздание слышит мечту, и плюс мы, когда записываем состояние внутри, мы само состояние вкладываем, и крупицы его проживаем. И была такая задача у девочек описать, что такое свобода для них. И вот эта работа мне очень понравилась, девчонок, и я хочу, чтобы вы сейчас расслабились. Я вам буду читать и погружать в эти состояния потихонечку, исходя из работ девочек. А ваша задача просто расслабиться и представлять внутри, освобождаясь от всего. Вот, например, я буду с ноутбука, немножко буду отворачиваться от вас. Свобода от того, что ко мне приходят деньги с любовью и благодарностью. Вот просто они свободно приходят, и мне не нужно думать, заботиться о них. Они свободно очень приходят в мою жизнь. И я расслабляюсь от этого потихонка. От того, что я могу купить себе то, что я хочу и что мне нравится. Представляете, вот у вас есть желание, и вы свободны в этом желании. Вы заходите и покупаете именно то, что хочется, вот что приглянулось души, что нравится, и вы прямо чувствуете себя такой вот девочкой-девочкой. Свобода, когда я могу поехать туда, куда хочу. Представляете, вот эта свобода? Вот вы сидите, и вдруг вы захотели поехать, и вы берете, садитесь и едете. Хотите в Сочи, хотите в Америку. И вот эта вот свобода, когда ничего не тянет, не ограничивает, вы свободны психологически. Свобода, когда я могу побыть наедине с собой. Вот представляете, вам захотелось побыть? Вот просто с собой, вот с внутренней своей составляющей. И у вас сразу, вы можете найти это место, время, чтобы уделить время себе. И вот так хорошо-хорошо наедине. Вот ничего вот не тянет, не нужно ничего смотреть, можно просто быть с собой. Свобода, когда я в потоке. То есть, представляете, в потоке, это когда возникло какое-то желание, я его чувствую, желание внутри, и я сразу могу это желание как-то вот реализовать. Я хочу проживать свободу от влияния чужих эмоций. Вот представляете, вы работаете, встречаетесь с людьми, или приходит мама, ну вот, или муж приходит, и они все в своем и не всегда хорошем. Вы посмотрели на них, и вы свободны. На вас это состояние не передалось, никак не повлияло. Вы просто всегда в себе. Вот так, какой вам комфортно быть именно сейчас. Свобода, я хочу свободно выражать свои мысли и чувства. Вот представляете, вам не надо думать, как и что сказать. У вас есть искреннее нутро, и вы просто вот размышляете вслух, разговариваете с мужем, говорите с детьми, вы мыслите, вы спокойно общаетесь так с друзьями, вы понимаете, что вас адекватно поймут, если не поймут, переспросят, уточнят. Это настолько свободно и легко, очень просто общаться в какой-то доверии, в каком-то понимании, если не понимании, то просто, ну, принять этой ситуации, я хочу чувствовать свое тело свободным от болезней, от зажимов и скованностей. Представляете, вот это особенно, наверное, важно тем людям, которые, женщинам, которые могут испытывать головные боли, менструальные, где-то зажимчики, да, а тут вы свободны, то есть у вас ничего не тяготит, тело не скованное, вы идете, и у вас походочка от бедра, вы танцуете, и вот как раз вот эта женская походочка, кстати, когда вы от бедра идете, она делает массаж внутренних органов и к 50 годам у вас никогда не будет непроизвольного мочеиспускания при тихихах. Свободно ощущать свои желания, ощущения чувства, вот это то, о чем я говорила, представляете, вот раз настал этот момент, будильник созвенел, и вы чувствуете, я хочу вот это, и у вас нету препятствий ощутить, а чего же вы хотите то на самом деле, вот не испоесть, не испопить, а вот именно какую эмоцию вы хотите прожить, и раз вы понимаете, а я хочу вообще вот сейчас в радости побыть, а вообще хочу сейчас протанцевать свое состояние, то есть такая свобода, что без оглядки вы можете считать, и вас ничего не ограничивает вот в этой своей фантазии, и фантазия может предоставить именно то, что созвучно с душой, и все это одномоментом происходит, и вы свободны выразиться о том, что вы сейчас имеете, проживает состояние свободы моей души, мы часто закрыты, действительно, и играем какие-то роли, и эго свое вот так вот выводим на поверхность, что защитить, а вот представьте, вы душевны, у вас идет поток, поток искренности, любви, ласки, и у вас нету вот этого блока внутри, и вы можете весь этот поток словами, молча, или объятиями передать своим детям, близким, маме, иногда бывает, там с мамой поругаешься, а поток идет, и нехорошо, и вы можете, приступив вот, что-то там, вы настолько свободны от эго, что вы можете просто обнять маму, и разгладить все ваши отношения, свободу в своем мышлении, и в своем самоощущении, представляете, вы свободны мыслить так, как вы хотите, свобода от страхов и сомнений, то есть вы просто свободны, у вас нет страхов, у вас есть разумное осознание, да, какой-то там, ну, скажем так, если есть опасность, это не страх, это разумное осознание, что здесь опасно, надо подумать, нужно предусмотреть, и нет страха вообще ни в самовыражении, ни в действии, ни в рисках, вы настолько в потоке, что вы не боитесь идти на какие-то сделки, потому что внутри потока вы чувствуете, да, вот это вот, да, сейчас можно идти, а сейчас не надо идти, не потому что боюсь, а потому что вот поток не идет, потому что интуиция говорит, что не надо, хочу проживать свободу при общении, при готовке еды, при принятии еды, свободно принимаю деньги, подарки, я проживаю свободу своего достоинства и самоценности, у нас у многих сейчас включены программы жертвы, листы, дно, мы отличницы, это, конечно, очень сильно подкашивает достоинство и уводит его в гордыню, а мужчины наши так устроены, что они четко чувствуют фальшь, вот если женщина в гордыне, она может играть другую роль, а мужчины чувствуют вот это искусственно, они начинают злиться на женщину, гнобить, потому что не она плохая, а вот искусственность вот эту чувствуется, а всем мужчинам нужна чистота женская, чистое проявление своих эмоций, вот из ростка именно красивых эмоций, а если она некрасивая, то она должна быть не вторичной, ты козёл, а мне так плохо, вот именно говоря о себе, что я проживаю, да, и представьте, вы можете просто свободно выражаться, да, вот так вот при общении, и это, понимаете, это вот действительно ваше достоинство, когда вы не стушёвываетесь, и вы понимаете, если вам этого хочется, вы просто себе позволяете, если другой человек это воспринимает как-то не так, это не ваши проблемы, это вам захотелось почему-то, а в нём срезонировала его точка боли, но это не ваша проблема, это проблема того, вы, если захотите, вы потоком отогреете эту точку боли, не будете стесняться, то есть это всё ваш поток, и вы в этом свободны, я свободно растворяюсь в любви к мужу, представляете, вот это состояние, что вы растворяете свободно, вот всё стёрлось, обидки, переживания, каких-то мыслей, как подступить к нему нет, вот вы свободно в потоке, что хотите, так и выражаете вот эту открытую любовь к мужу, и я хочу проживать свободу своей сексуальности, сексуальность мы разбирали с девочками, это не о сексе с мужем, это внутреннее состояние женщины, когда она чувствует слияние со всем мирозданием, вот немножко почувствовали, что такое свобода, дух вот этой свободы, красиво там, хорошо манит, и вот чтобы туда попасть, нужна небольшая смена мировоззрений, нужно понять, что вы именно творите свою вселенную, что точка опоры вы сама, и для начала действительно нужно понять, а чего же я вообще хочу-то, то есть пока вы, то есть свобода должна быть у чего-то, что-то конкретное должно быть освобождено, а когда вы не свободны, вы даже не понимаете, кто вы есть, вы не понимаете, кто вы такая, и свободу чего вам нужно, и первый момент, это, конечно, осознание чего, вот что я хочу, какие эмоциональные состояния я хочу проживать, и в каких эмоциональных состояниях я хочу быть свободна, это осознание своей уникальности, своей красоты, что вам нравится чувствовать, что вы хотите чувствовать, а какие у вас вообще там красивые чувства, то есть первично нужно вот как бы поднять вот эту свою глубину, посмотреть на свою красоту, эмоциональную красоту, и понять, что действительно я хочу свободно выражать вот те или иные эмоции, хотя бы для начала сделать вот такую работу, я хочу быть свободной своих эмоций, своей внутренней красоте, и дальше оно, понимаете, как у каждой психологии женской есть свои инструменты работы, для кого-то достаточно, вот если женщина мощная, у нее повышенная сексуальность, это не о сексе, это о ощущении себя, вот этой внутренней красоты, я эту сексуальность еще иногда называю живо, раньше ее называли живо, это живая жизненная энергия, которая соединяет с мирозданием, в ней есть доля примеси активации мужского, то есть это женщина, когда они полностью растворены, когда у нее азм есть сформировано, и вот это вот живо вместе с женским, вот такую энергию очень хорошо слышит мироздание, и женщинам такого типа очень хорошо просто выводить на поверхность чувства, прописывать, мироздание это схватит, мозг достаточно быстро схватит, и она неосознанно как-то постепенно это будет встраивать жизнь, просто иногда вспоминая, прочитывая вот эти состояния, то есть там механизм схватит, и вселенная ситуациями сразу поддержит, то есть здесь все придет на помощь, но так как у нас у многих сексуальность, она понижена, и живо тоже вот из-за того, что среда очень плотная, войти в свободу, входить в свободу приходится, для входа в свободу приходится применять психологические инструменты, и вот несколько инструментов, несколько инструментов я вам расскажу, вот по тем ситуациям, которые перечислила, а потом вы пока готовьте свои ситуации, где вы не свободны, вы можете писать их в чате, вроде я должна увидеть чат, можете просто подключаться и говорить голосом, неудобнее, если вы будете подключаться, рассказывать свои ситуации, где вы не свободны, и мы поищем вот ключи для вашей психологии в свободу, как туда выйти, поэтому пока подумайте, а я пока рассказываю, вот например, если у вас есть отсутствие свободы, когда вы на работе, дома, что-то нужно сделать, как здесь можно выйти в свободу, то есть для начала я предлагаю просто расписать список дел, которые вы делаете, то есть вы работаете, вы готовите, вы учитесь с детьми уроки и так далее, и так далее, и я предлагаю вам каждый день ловить себя на каком-то одном деле, вот например, сейчас я работаю, с каким чувством я работаю? усталости, а вот я вообще хочу с таким чувством работать? Нет, я хочу вот с таким чувством работать, и мы вот это чувство поднимаем на поверхность, то есть мы себя как бы немножко перепрограммируем и нарабатываем новую нейронную связь, ожидать быстрого результата здесь не приходится, если вам удается около минуты удержать это состояние, это уже подвиг, вы уже молодец, но чем больше вы будете себя ловить, вот я делаю с ребенком уроки, я вообще вот в таких эмоциях хочу делать? Нет, я хочу в любви ласки делать, а если он не слушается, то есть что-то, я хочу научиться как-то красиво стимулировать, вдохновлять ребенка, и вы поднимаете вот эти энергии в себе, ищите пути, и мозг у вас уже перезакладывает вот эту реакцию, вам главное понять, как вы хотите, а мозг у нас уникален, он из пространства много ответов считывает, он выдает вам, и потом вас подключают, то есть ответ придет, вы главное почувствуете, с какой эмоцией вы хотите это делать, с какой эмоцией я хочу общаться с мужем, в каких энергиях, вот сейчас мы поругались, и вы в обиде, вы не в свободе, а вы взгляните в себя, а вы реально, вы хотите проживать вот эту эмоцию сейчас, обиды, которые вызывают эго, и скажите нет, я хочу просто нежности и ласки, и вы сможете первое подойти к мужу, и вот эту нежность и ласку как-то обозначить, либо сказать, знаешь, я не хочу ругаться, я хочу вот совсем другую эмоцию проживать, либо просто как котенок подлезете, согласно психологии своего мужа, то есть ваше естество выдаст какое-то действие, вам самое главное освободиться от того, что стягивает и не дает проживать вот то, что вы хотите, и понимаете, женское достоинство, это же ведь такая величина, оно и заключается в том, что вы хотите проживать какую-то эмоцию, и вы не позволяете внешним условиям влиять на вашу эмоцию, в том числе обиде, злости, раздражению, то есть вы не хотите, вам не нравится в этом быть, и ваше женское достоинство тогда поднимается, то есть эго уходит, то есть эго вызывает как раз вот эти вот эмоции обиды, раздражения, а вот когда вы достоинство, что я не хочу, я просто не хочу тратить свою жизнь, вот на что-то такое, да я вообще красоты хочу, я хочу изобилие себя, я хочу множество прекрасных чувств из себя, вот это в вас будет просыпаться сакральная, истинная женщина, которую создавал Бог изначально, то есть поднимаете вот это достоинство, и выходите свободу, вот на энергиях достоинства, прямо топайте ножка, да, муж так нехорошо сделал, он такой, но я не хочу обижаться на него, почему я должна, я не боюсь, что он в следующий раз сделает так, мне все равно, как он сделает, я все равно хочу быть в ресурсном своем состоянии, отношения, вот конкретно момент отношений, когда кто-то что-то, вот он сказал не так, он сделан не так, здесь часто помогает на начальном этапе нам принятие и доверие, но если мы подключаем свое объемное мировоззрение и смотрим на жизнь более объемно, то есть это вот такой объем, о котором я сейчас расскажу, вот, например, бывает в жизни людей недопонимание, да, и кто-то что-то сказал не так, а вы обиделись, когда со мной вот это происходит, как работаю я со своей психологией, то есть если меня что-то, вот я чувствую, ранит, в этом случае я понимаю, что вот случайности не случайные, во-первых, я центр своей вселенной, и если эта ситуация создалась в этой жизни, она зачем-то мне нужна, то есть это первое, что расслабляет, второе я понимаю, то есть как работает мироздание, оно из нас разными ситуациями, то есть другие люди, это только проводники энергии Бога, они как бы вынуждены попасть под какую-то энергию, которую мы притянули, и среагировать так, чтобы вот нас, чтобы мы именно вот среагировали так, как среагировали, да, то есть это всё по законам физики идёт, случайностей не бывает, и вы тогда понимаете, что этот человек повёз себя так, так, что он во мне вытащил, где у меня нету баланса и гармонии, то есть мир всегда как действует, он создаёт ситуацию, вытаскивает у вас деструктивные эмоции, говорит, милая, посмотри, моя, видишь, какую ты некрасоту проживаешь, вот иди в эту некрасоту, посмотри, почему ты так отозвалась, где у тебя боль, почему тебя зацепило, что там ты, милая, себя недопринимаешь, или тебя недолюбили в детстве, да, или вот что у тебя, самоценности нету, или накоплена обида на кого-то сильно, пойдём туда, отогреем, да, то есть таким образом мироздание притягивает других людей и, делая вам больно, просто показывает, что у вас есть точка боли, а другие люди ни при чём тут, они просто выполняли какую-то функцию, и если вы на энергиях принятия пойдёте, вы принимаете того человека, что он так с вами поступил, потому что он всего лишь пешка в руках мироздания, вы доверяете этому человеку, да, что, ну, вот он поступил так, как мог, и вы идёте в себя, и вот вы там начинаете целить, вот идёте за этой негативной эмоцией и целите её, и вот на женских как раз кругах мы изучаем свою тёмную сторону, вот эту тёмную реакцию, и мы стараемся пройти туда и найти, а что же за ней стоит, где действительно точка боли, и как можно исцелить себя, обогреть, как опять развернуть своё мировоззрение, чтобы эта боль не оставалась, не была триггерной, а всегда подключалась душа, вот, то есть здесь достаточно на начальном этапе просто вот это вот, что не кто-то плохой, и не вы плохая, а просто вам внутри больно, и нужно исцелить вот эту боль, другой человек, другая ситуация вытащила вашу реакцию в виде боли, как раз, чтобы мы увидели и посмотрели, и пошли туда себя лечить, вот, то есть вот это доверие и принятие, доверие мирозданию, принятие другого человека, они позволяют вот хотя бы нейтрализовать как-то и уже освободиться от очень тяжёлых эмоциональных состояний, например, когда у нас идут комплексы относительно себя, то есть если в том случае у нас было доверие мирозданию и принятие того человека, ну, например, вот я расскажу, ну, вот как вот я отреагировала на свои два килограмма плюсом и щёчки, то есть я такая, так, но я же всё равно себя люблю, я же всё равно красива, да, я всё равно умничка и молодец, и я такая думаю, что я принимаю себя, какое есть, но я и доверяю себе, я знаю, что я найду выход из этой ситуации, найду, как там, построить диету, что сделать, чтобы убрать вес, раз это мне не нравится, да, я найду в себе силы, то есть я себе доверяю, я найду выход из этой ситуации, и вот таких ситуаций может быть очень много, например, у меня, то есть я овен, а у всех овнов очень сильный синдром от личницы, и он неизлечим, он просто неизлечим. Единственное, можно тоже очень бережно работать со своей психологией, и я раньше очень сильно переживала, у меня ещё идёт программа целения людей, помощи людям, и вот это не навреди включено очень сильно, и когда я что-то делала и приносила человеку боль, я потом могла сутки не спать, я себя винила, что не то сказала, не то сделала, какая я плохая, но я научилась на энергиях вот любви к себе, это шло из любви, принимать себя, да, Танюшечка, ты почему-то так сделала, но ведь это же твоё нутро так среагировало, это же твоя честность сказала, да, мы много чего не понимаем, а может быть ты тоже проводник мироздания, и этому человеку нужно было именно услышать из твоих куст вот это вот, да, ему больно, но зато он, если пойдёт целить себя, он найдёт вот эту точку боли в себе, да, и он поцелит, если правильно отнесётся, если нет, значит, этой боли нужно накопиться до определённого момента, и ты не навредила ему, ты помогла приблизиться к исцелению, просто наш мозг, он понимает, что целить, это холик лелеять, а у Бога есть и любовь, и строгость, вот это был элемент строгости к человеку, да, но и с большой любви, поэтому прими себя, прими свои действия, что ты так сделала, и загляни в себя, дорогая моя, а почему это тебе захотелось так некрасиво поступить, у тебя же тоже есть точечка поля, да, а вот себя ты, милая, с любовью поцели найди, и вот таким образом вот развязывается вот этот узелок, больше того, если вы не скрываете вот эту свою боль, а честно признаётесь мне больно, вы начинаете нащупывать боль, в этот момент распаковывается душа, то автоматом у вас нарабатывается навык чувствования других людей, и автоматом вы начинаете осознавать, другой человек делает плохо вам, гадостно как-то в жизни, не от того, что вы плоха или он плохой, а из-за того, что внутри не очень больно, счастливый человек, он никогда не сделает плохо, он будет поддерживать, помогать людям, нести им радость, да, делать вот что-то, то есть это просто человек несчастный, а если он и так несчастный с точки боли действует, ну чего нам всем таким израненным друг на друга обижаться, нужно просто понимать и включать программы сострадания и милосердия, и вот таким образом нейтрализовывать вот эти все энергии, то есть получается в этом случае выход в свободу идёт, когда нас не тяготят вот эти ситуации, что я какая-то плохая, или что я сделала не так, то есть мы выходим в свободу на любви к себе, на энергиях милосердия, вот каких-то другим людям, то есть это нейтрализуется всё очень красивыми эмоциями, которые приятно проживать, и которые являются большим естеством, вот настоящей человеческой природе, то есть в них мы свободны, и мы свободны в тем, куда мы ведём, то есть из любви мы можем привести благодарность тому человеку, то есть мы можем настолько расширить вот этот объём благостных чувств, что просто мы от одной негативной ситуации психологически можем улететь не только в свободы, но и на небеса от ощущения, то есть в большой рай чувств, и делает это только принятие доверия и осознанное объёмное отношение вообще к мирозданию, к мирам и к тому, что происходит между людьми. И вот, девочки, если мы таким способом научимся работать со своей психологией, то действительно любовь, она будет преобладать, будет нейтрализовываться очень многих этих гунков, которые закрывают нашу любовь и не даёт ей развиваться. Больше того, вырастет достоинство, которое скажет «нет, я не дам свою любовь, я защищу свою любовь от обид, от эго, от какой-то боли, я не дам угаснуть своей любви, именно потому, что я хочу проживать эту любовь. Я женщина, и моё достоинство я не дам повредить, моё достоинство вот в тех прекрасных проживаниях, в том числе и в любви. Пускай муж что хочет творит, это его право, это ему жизнь, ему нужно пройти этот путь. Я хочу проживать любовь. Да, я внешне не буду контактировать, моё достоинство не позволит сделать то-то и то-то, но внутри я не пройдам любовь. Я его буду втихаря за Родину всегда любить. А вот он пускай вот, ну, к себе вот не подпущу, потому что всё равно вот где-то есть, и ему нужно осознать, что он натворил. Понимаете? То есть вот мы как бы в этот момент раздваиваемся, раздваиваемся. Есть мы, наша глубина, вот эта душа, которая всегда любит эту любовь, эту доброту не надо предавать. Это чувство внутри нас. И есть эмоция, которая, она может как вот волны на воде, да, реагировать по-разному. Главное, чтобы вы в душе всегда испытывали то, что хотите. И вот что-то благостное, красивое и высокое в душе, да, вот там в глубине, вот это и есть настоящая свобода. Когда мы можем себе позволить любые эмоции, но настолько быстро нейтрализовать те, которые неприятны, неприятны и не цеплятся, и не выводить, не уводить в глубину, в чувство что-то неприятное, а всегда, чтобы внутри побеждало что-то красивое и приятное. И вот с девочками на женском круге, вот когда мы исследовали вот эти темные стороны, оказалось, что даже наши негативные, некрасивые реакции, в них столько красоты, в них столько ресурса, что эмоционально порой их даже необходимо проживать, потому что нашим любимым мужчинам или детям иногда действительно стимулом является наша некрасивая резкая реакция. Но когда мы не включаемся в нее, когда мы свободны внутри, мы всегда любим, мы даже свободны в позволении прожить эту реакцию, как наш внутренний поток негативный, мы доверяем себе и понимаем, да, им зачем-то это нужно было, но я все равно люблю. И вот у меня, например, с дочкой, вот если говорить о детях, вот как оно бывает, вот тут вот что-то, она подумала, ну у нас есть определенная договоренность, она подумала не сделала, и мы куда-то торопились еще. И я на нее наругалась очень громко. Когда сели в машину, поехали, я говорю, Дарижка, ты знаешь, ты прости меня, вот это не ты плохая, и пофиг, что дела вот эти не сделаешь, не в этом суть. Просто я торопилась, заполошилась, у меня было мало времени для отдыха, и я вот что-то вот остав по понеслу. Вот, и ребенок не переживает, и мне на душе хорошо, я свободна, я освободилась вот от какой-то тяготы, и освободила ребенка от проживания негативных чувств, понимаете? Мы обе вышли в свободу, да, прокричались, она на будущее будет понимать, что все-таки порядок дома должен быть, но разрулилась все очень аккуратно. Поэтому вот я бы хотела от вас услышать какие-то ситуации, как выходить в свободу в том либо ином случае. У кого-то вот есть какие-то примеры, вы пишите, я сейчас посмотрю, где у меня чат. Так, вот у меня есть чат. Вот, можете писать в чате, можете подключать микрофон и просто рассказывать, что хочется. Я подожду несколько минут, потому что все равно, чтобы написать, кто в чате пишет, нужно время. Татьяна, давайте я скажу, пока вы все стесняетесь. Давайте. У меня такая ситуация по поводу работы. То есть мне надо выходить, но я знаю, что у меня еще есть полгода, и мне просто с работы начинают все названивать и звонить. Вот мы вышли, вот, например, в 11 месяцев, кто-то вышел в 11 месяцев, и они во мне поднимают столько негатива. Я подумала, ну что же, зачем мне это надо? Итог, я вышла на то, что во мне просыпается жертва, что я должна выйти. Вот они такие бедные, несчастные, они вышли в 11 месяцев, им там тяжело работается, и им вот нужна я как спасатель. Вот. И получается, я не свободна в своем выборе, когда мне выходить, и выходить ли мне вообще. То есть я так понимаю, что здесь в этом случае что поднимается? Поднимается как раз вот это вот, что нужно помочь людям, вот эта жертвенность, вот эта ответственность за людей, какое-то сострадание. Я правильно понимаю? Да. И вот теперь смотрим. То есть если смотреть объемно, это выбор тех людей. То есть они, если им не нравится, вправе выбрать другую работу. Это их выбор был выйти в 11 месяцев. То есть это их выбор. Так? Я и хотела сначала среагировать криком, типа, что это, ну это ваша проблема, вы вышли в 11 месяцев, ну и что вы мне-то, я выйду не в 11. Я не сообразила и как-то, не то, что не сообразила, я была в ступоре и поняла, что, наверное, мне не надо было это говорить. Причем этот человек, да, я завишу от него, и скоро он станет главным бухгалтером. Как бы моя работа полностью от него будет зависеть. Как бы. Здесь, конечно, нужно соблюдать вот эту золотую середину, да, тем более это бухгалтер. И вот, то есть получается, что приоритет на свободе. То есть первые освобождаемся от программы вот жертвы, сострадания и надо, да. Освободились, что это был их выбор. Вот. И достаточно вот в этом случае, ну мы понимаем их, да. И можно было ответить, да, я вас понимаю. Но в душе, вот чтобы до конца разобраться с собой, вот это как раз достоинство. То есть если у них нет внутреннего достоинства, и они не позволяют себе прожить жизнь так, как они хотят, в тех энергиях, да, то вы уже понимаете, что вы хотите прожить жизнь именно вот в каких-то других эмоциях, тем более, если есть возможность законно, а не тратить вот это на работу. То есть вы имеете право, это ваше достоинство. Всё, вы успокоились. То есть приоритет, когда вы понимаете, как вы проживёте живёте свою жизнь, либо на работе потратите годы жизни, либо вы их ещё потратите в своё удовольствие, да. То есть и вот здесь свобода говорит, да, я хочу прожить вот как-то в большей свободе, в удовольствии, я предпочту. и вы просто принимаете себя. То есть смотрите, а вот именно бухгалтеру отвечать, вот, ну да, понятно, но у меня пока так. То есть не нужно объяснять всю схему, да, можно говорить какие-то слова, что да, я понимаю, но у меня пока так, пока не получается. Не нужно объяснять всё. Вот, то есть здесь ещё раз повторю акцент. То есть жертву отключаем, чтобы выйти в свободу, объясняя, что это ему. И слышим себя, даём свободу, а чего я хочу на самом деле. И мы позволяем себе быть свободной. Есть ещё какие-то энергетические зацепки, которые не дают выйти в свободу? Да нет, я после слова «Отпускаем жертву» мне почему-то прям стало легче. Вот прям правда, что я сама могу решать, ну, как, когда и как я буду. Вы родились, вот уже в этой жизни пришли одна, да, и вы уйдёте одна. И вот тратить жизнь на тех, которые пытаются вот как-то свои рамки записать, под свои видения подогнать, ну, оно не стоит вот этого, да. Это мгновение жизни. А на самом деле мы пришли только за одним учиться получать любовь и учиться излучать любовь, отдавать любовь, и делать это открытым сердцем. Мы пришли учиться быть свободными, со свободной, открытой душой. Единственное, что можно, вот ещё тем женщинам, у которых включена жертва, чтобы до конца миссию свою выполнить, до конца, да, вот, можно просто их душам, но вот послать очень много тепла. Потому что, представляете, в каком рабстве живёт душа человека, который выходит в 11 месяцев на работу, да. То есть она от сердца отрывает ребёнка, она выходит на работу изо дня в день, из-за мурыжида переходит, и ни себе, ни мужу, никому, да, и ни ребёнку. И вот здесь у таких людей душа, она действительно вот там мучается в страшной боли, хотя понимает, что, ну, этот опыт нужно прожить, да, то есть вот такой путь у человека. И здесь можно просто вот как бы вот из своего сердца их сердцу дать частичку света, чтобы душа побыстрее прорвалась наружу и помогла поменять систему ценностей. Угу. Я поняла. Так, сейчас я ещё посмотрю, есть какие-то вопросы в письменном виде? Нет, в чате нету. Вот. То есть я так понимаю, что вопросы пока не созрели. Вот. И, девочки, чем бы вот, если нет вопросов, я хотела закончить. Вот всё-таки мне хочется, чтобы вы осознавали своё достоинство женское, да, что с достоинством заключается в том, что действительно проживать те эмоции, которые нравятся, и так поработать со своей психологией, выйти в свободу, чтобы никакие другие энергии, эмоции не могли засосать вас в себя. вот. И, в принципе, вот женские круги, которые я организовывала, я сделала именно для этой цели. И потому что действительно в одиночку работать с женской психологией очень и очень, ну, как бы, тяжело. И вот женские круги, вы не пугайтесь, что я вас куда-то зову, потому что у них стоимость минимальная. Это стоимость за семь эфиров, а эфир раз в неделю. Всего лишь три тысячи рублей. Но это глубокая работа с психологией в чате, это девочки делятся, это эфиры очень глубокие, на которых мы просто вот глубиной развороты делаем. И вот эта постоянная работа внутри себя, она помогает как раз закрепить новые реакции, понять, какие могут быть реакции, понять, какие мы вообще можем быть красивы и какая наша вселенная. То есть эти круги для того, чтобы достать нашу душу, достать нашу красоту. Да, кто смотрит с телефона, телефон горизонтально поверните, и вам тогда будет видно хорошо, что написано. Вот достать вот эту женскую уникальность, научиться слышать своё тело, свои эмоции, да, вот чувствовать, чувствовать, где вот эти нескладушки в чувствах, да, вот она пошла, острая боль, и как её отладить и перетрансформировать что-то вот в такое более красивое. Когда вы научаетесь работать со своей психологией, вам потом легко девочек ваших научить, вам потом будет понятно, как ладить энергии мужа, как его состояние переключать в другие какие-то состояния. вот, и сейчас на женском круге, например, вот первые два круга мы поработали с женской психологией, да, немножко, а чтобы навести баланс, мы пошли в чувствование мужчин, ведание мужчин, о чём они, да, а что они чувствуют, а как они реагируют, в ощущении силы внутренней, да, чтобы дальше пойдёт работа в углубление, что у них есть тоже тёмная сторона, откуда она растёт и как с этой тёмной стороной мужской работать, то есть это вот такая психологическая работа объёма, да, по высвобождению себя из каких-то рамок, понимание извне, что и зачем происходит и наработки вот конкретных путей выхода свободу, вот, то есть основные цели это раскрытие своей души, сердечности и человека любви, и вот у женских кругов есть своя структура, и вот эта структура какая я красивая, это как раз когда мы пытаемся нащупать себя, а какие мы внутри, а что мы проживаем, да, мы знакомимся с тёмной стороной и учимся рождать, преобразовать свет во что-то красивое, все наши гнев и злость и раздражение, мы начинаем выставлять цели по жизни, но и не с дома, квартира, а какие эмоции я хочу проживать, вот, например, у нас одна девочка в круге рассказывала, я хочу большой дом, ты-ды-ты-ды-ты-ды, а когда мы начали разговаривать, а какие эмоции она хочет проживать, она поняла, что эти эмоции она в большом доме не словит, она словит в среднем уютном домике, потому что большой дом, он требует больше внимания не ухода, не ухода, вот, и вот здесь, вот, например, была еще ситуация, женщина одна, она захотела вот большую, ну, расширить площадь, большую квартиру, а когда ушли работать в психологии, то есть, чего на самом деле хочется квартиры, она говорит, нет, я хочу свободы, эта свобода, она, вот, и территориальная свобода, и именно свобода самовыражение, и понятно, что для этого большую квартиру не надо, она оставила мужа в покое, сама брала лидирующую роль на себя в этом вопросе, а когда расслабилась, поняв, что нужно, оказалось, что теперь муж подключился, взял на себя нагрузку по квартире, да, и он даже берет отпуск для того, чтобы когда квартира копится, все самостоятельно там обустроить, хотя раньше занимался тем женщина, то есть, понимаете, одно вот это состояние, чего на самом деле хочется, создала разворот в отношениях и сделала активным мужчину вместо женщины, также мы говорим более подробно о свободе, о доверии, близким, Богу, ситуация, о благодарности, мы пишем с маячки, это мощность состояния, мы иногда попадаем в очень мощное и красивое состояние, я называю маячки, потому что когда иногда вот тянет сильно вниз, тяжело психологически, именно вот эти маячки, они спасают, мы выкарабкиваемся в эти состояния, как вот маяк какой-то, что мы проживали, что там хорошо, это возможно, и они нас спасают от депрессии, от чего-то нехорошего, ступеньки, выходы из сложных ситуаций, первый раз я вот такую ступеньку наработала на самой себе, я очень редко болею, и я один раз заболела, я поняла, что выйти вот в драйвовое состояние от жизни сложно, когда болеешь, и я вот в этом состоянии после болезни начала возвращаться, и вот эти маячки я наработала, первое, значит, это доверие себе, потом доверие Богу включается, и вот поступенчатый выход из тяжелого состояния я прямо наработала для себя, мы работаем эго и достоинства вот с этой разницей, да, изучение мужской психологии, там законы мироздания, мы еще не дошли и до туда, и очень важная работа по границам и границам мужа или близких, когда девочки начали понимать, где границы и как нарушаются, произошел очень мощный разворот сознания многих, и они поняли, откуда много триггеров, откуда они, много конфликтов в семье, потому что у каждого есть свои границы, если мы их осознаем и бережно относимся, и выстраиваем такое в семье, то уходит очень много конфликтов, вот, как проходит обучение, то есть весь цикл девять ступеней, то есть год, он рассчитан на год, потому что работа с женской психологией, она непростая, то есть быстро ничего не сделать, нужна поступенчатость, нужно бережно, чтобы семья успевала вот разворот, вот это тоже делать, вот, по 40 дней, но это семь эфиров, семь недель, грубо говоря, мы выходим в эфир, обсуждаем, и постоянно в чате идет работа, больше того, некоторые женщины, они стесняются наступать в эфирах, они либо мне индивидуально что-то пишут, мы индивидуальную работу ведем, а либо просто некоторые не участвуют в эфирах, а их просматривают, и для них это уже достаточная работа, как бы есть и такие, вот, и что получает каждая женщина в круге, это индивидуальная глубокая работа, это общение, обратная связь, то есть там опыта же у разных девочек много разного, и вот это вот созвучие идет, и вот эта поддержка еще друг к дружке идет очень сильная, а тут там не шесть, а семь трансляций, и еще сейчас у нас в женском кругу новое направление идет, то есть девочки сами начинают проводить некоторые круги, то есть они берут триггерную тему, триггерную это самое сложное для них, и вот мы вместе неделю-две идем индивидуально, рассматриваем, и они потом эту тему раскрывают для других женщин, вот со стороны своего опыта, отработка идет мощнейшая, задачей женского круга еще стоит помочь девочкам раскрыть свое предназначение, кто-то делает свечи, кто-то что-то умеет, и вот сейчас группа, она предполагает, что это будет оформлено в товарах, в услугах, в рамках женского круга, либо группы есть возможность организовать свои какие-то семинарчики, марафончики, кто-то на бесплатной основе, кто-то на небольшой сумме, чтобы откатать то, чем они владеют, да, и чтобы вот это было как раз толчком для индивидуального развития женщины, заработка, вот, и вот этот женский круг, он может поддержать, ну, репостами на своих страницах, просто участием в этом, какими-то другими, как бы, методами, и вот это вот все, это вот новое, это еще мы только-только вводим, не обкатали, но мы вот это все вводим в рамках женского круга, вот, поэтому, девочки, вот женский круг, то есть, вот, три тысячи рублей за семь эфиров, то есть, это сорок дней, там, полтора месяца, это не те деньги, но работа идет колоссальная, и плюс, я энергетически к каждой присоединяюсь, и моя энергетика, то есть, она тоже помогает, вот, мое состояние делать вот эти развороты, и у кого отозвалось, запуск будет старт четвертого октября, место ограничено, потому что, ну, фактически каждую я везу на своей энергетике, и в этом году больше не будет кругов, потому что это очень трудозатратно, и если кому-то откликнется изнутри, вы присоединяетесь, и даже если у вас есть финансовые сложности, вы не переживаете, то есть, у нас есть рассрочки вариантов, и так далее, и так далее, то есть, главное, почувствуйте свой зов, хотите вы туда, ваше это, нет, откликается или нет, вот, не свобода, а чужого мнения, что делать, вот здесь, мне бы интересно, конечно, вживую, позадавайте вопросы, какие эмоции вы проживаете, чтобы точнее понять, что делать, то есть, у нас как раз была одна ситуация, если я правильно понимаю, вот о чем речь, что не свобода чужого мнения, вот человек что-то говорит, говорит, и вы соглашаетесь, соглашаетесь, и вы даже не отслеживаете тот момент, что в душе-то на самом деле вы против, то есть, у вас не включается вот этот момент, что вы против, вот если об этом влияние чужого мнения, то есть, что вы не умеете слушать себя, то здесь как раз вот это объемный выход в свободу, во-первых, это умение чувствовать, чего я хочу, это развитие своего эмоционального фона, чтобы вы могли прямо чего хочу отслеживать, это вот кто-то подключился, скажите, это подключился, подключилась та женщина, кто вопрос задал, нет? Нет, я была, и так была, не подключалась, это я вам вопрос задавала, Татьяна, добрый вечер. Да, вот смотрите, давайте проговорим, вот мне важен вот этот момент, очень важен, значит, смотрите, как это происходит, вот как я сказала, что вам что-то говорят, а вы вот считаете, что вы тоже так считаете, или вы не можете отказать этому мнению, но вы осознаете, что вы не согласны? Нет, как будто я со всеми всегда согласна, потому что я даю право любой точке зрения существовать, и как будто здесь я теряю свой стержень, тут я теряюсь, и выбора получается, как у меня нет, как только согласиться, потому что я внутри реально допускаю, что существуют все точки зрения, это меня сбивает почувствовать внутреннюю себя, настоящую. Замечательно, то есть у вас вот эта энергия принятия очень хорошо работает, это большой плюс, что вот это расширение мира, объемность, оно включено. Я сталкивалась с этой ситуацией, своей психологией сколько-то лет назад, я тоже удивлялась, вот почему человек говорит, я соглашаюсь, а потом я понимаю, нет, это же не так, а он как будто логикой прямо говорит, я понимаю, да, так, а потом внутри понимаю, что-то нет, я не согласна. и вот я училась именно тому, что вот прямо локально отслеживать, то есть у меня эта работа, она начиналась именно с того, а как я чувствую, то есть я фокусировалась на этом моменте, на таких триггерных моментах, то есть когда вот такая ситуация возникала, я приучилась себя слушать, так, а вот это мне созвучно, то есть вот расширение, все вам не согласно, да, то есть вот понимаете, расширение у всех разное, то есть каждый человек пришел свою проживать жизнь, и его логика мышления для его жизни, она будет правильной, но для вашего предназначения судьбы его логика мышления может быть опасной, и если вы ее впустите, вы можете сбиться с пути, и единственным показателем может быть ваша интуиция, ваша душа, поэтому в этот момент вам нужно еще вот это азн есть активировать, и вы говорите, да, ты прав, но со мной это созвучно, есть у меня протест внутри или нет, и вы как бы прислушивайтесь, вот есть протесты. У меня как будто принцип срабатывает, то есть я настолько всегда, вот у меня отчим, он аналитик, он такой логик, и я думаю, что модель моего мышления как раз таки от него пошла, с детства, и вот как бы я не развивалась, там эзотерика, не эзотерика, неважно, у него вот своя точка зрения, такая логичная, более такая приземленная, и как только я приезжаю к ним, он начинает рассуждать на какую-то тему со мной, да, и я понимаю, что я проседаю, потому что его логика настолько доказательна, что мое мнение просто растоптано каждый раз, я даже в один момент туда прекратила ездить, то есть мне прям плохо от этого, и я потом принципом начала, вот лишь бы не так, как он. Вам не нужно доказывать, то есть понимаете, если у вас достоинство вот это развито, то есть здесь проблема в том, что вы вступаете в диалог с папой, да, а он пускай говорит, вы просто можете сказать, да, ты прав, но вот у меня не ложится это, мне кажется, по-другому, то есть я по-другому считаю, как бы я стану в состоянии. В том-то и дело, что я соглашаюсь с ним, почему-то у меня прям страх с ним поступать, что я до него имела точку зрения, а он сможет меня переубить. Так вот, я не поняла, это у меня с интернетом, либо у вас. Меня слышно? Сейчас слышно. То есть вот там из-за того, что плыл у вас звук, повторите, пожалуйста, то есть все дело в том, в чем, что он что делает? Ему всегда удается доказать свою правоту, и я эту точку зрения, получается, что покупаю. Вот, то есть у меня нет такого, то есть до него я имела свою точку зрения, но после его разговора я все равно соглашаюсь с ним, и мне прям это вообще не нравится. А вы зачем с ним в диалоге вступаете? Даже прекращала ездить туда, я уже, по-моему, говорила. Вы зачем с ним в диалоге вступаете? Наверное, это принятие, чтобы меня приняли, наверное, вот это больше об этом, что моя точка зрения, что я есть, что она тоже уважаема. Может быть, даже из-за этого я вступаю с ним в диалог. Потому что в детстве нас подавляли в этом плане, вот, а теперь как бы взрослая хочется, возможно, о себе заявить, что я тоже имею точку зрения свою. Наверное, по этой причине вступаю все-таки. Ну вот поэтому эту точку и нужно лечить. То есть лечить нужно, вот, не давать проваливать себя, а лечить себя, вот эту точку боли, что у вас идет реакция, доказывание. Чтобы вас приняли, что вы достойны, осознали. На самом деле, вот это лечится не тем, что вы доказываете, что вы правы, а вот эта болезнь лечится, когда вы идете в себя и начинаете самой для себя, не доказательством во мне, а через доверие себе и принятие себя, какое есть, вот просто доверять себе. Да, я доверяю, я так считаю. Другой считает так. Но я не пойду доказывать, потому что это мое, я себя люблю, уважаю, я так считаю. То есть, понимаете, нужно нейтрализовать в сам момент желания доказать ему что-то, пойти в диалог. Поняла. И вот тогда я говорю, только через познание себя. И вот эта работа, какая я красивая, осознание внутренней уникальности, красоты. То есть, любовь к себе, нашему мозгу, очень просто полюбить себя самим. Ему нужна доказательная база. А доказательная база рождается, когда вы познаете свою уникальность, вы отслеживаете свои чувства. Вот тело тоже не сойдет, мужская найдет до чего докопаться. А когда вы понимаете, сколько у вас красивых чувств, раскрываете их, вы понимаете, какая наполненная, вот тут просыпается любовь к себе. Особенно работа с темной стороной, когда вот вы где-то плохая, а потом в этой стороне ищите ресурс в этом плохости. Вы понимаете, что это портал в другое измерение себя. И вот таким образом у вас изнутри спадает напряжение само собой. И у вас нет желания что-то доказывать. И у вас появляется сила просто выслушивать. Поняла. Поняла, Татьяна. Благодарю. У меня с папой была такая ситуация. Смотрите, вот он, помните, с Навальным-то была вот эта вся ситуация. И, значит, у нас с ним завязался диалог. А я за Путина? Он как узнал, что я за Путина, на меня ду-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Я сижу спокойно, молча, наблюдая за ситуацией. А он знает, что на меня голос нельзя повышать. Он попытался там, да как вот, и типа на других людей, там такие люди, они, которые за Путина рушат страну, но не напрямую на меня. Я сижу, слышу и улыбаюсь. Он пошел покурил. Я говорю, пап, вот ты знаешь, я тебя люблю. И я хочу любить себя. И вот это время, которое мы вот редко бываем вместе, я хочу прожить в других чувствах. Просто о хорошем. И я не хочу, чтобы ты нес семью и между мной и тобой ставил на Навального и Путина. И вот он, понимаете, он на этом успокоился, когда я просто сказала, что я хочу с ним в тепле сидеть, в уюте и говорить о теплом и хорошем. Вот попробуйте стать сильнее, выше вот этой ситуации, вот тоже на энергиях. А хотите вы это с папой проживать? А что вы вообще с папой хотите проживать? Какое чувство, да? Уведите туда в это чувство папу. Попробуйте. Ну, мне сложно, потому что это отчим. Хотя у меня к нему есть чувство, но чувство жалости. Вот у меня больше вот такое чувство к нему. Эмоции больше к нему. К маме у меня вообще ничего нет, к сожалению. К нему больше. Здесь у вас еще может, знаете, как подключиться, свобода. Видите, у вас может, если чувство жалости просыпается, значит, душа говорит, что вы можете дать ему какую-то энергию, любви. То есть жалость – это производная любви. И лучше дать качественную энергию. Там можно, если по-честному, если откликнется, посмотреть, где у него точка боли, позадавать вопросы, а как он жил, а что он сделал. То есть поинтересоваться вообще его психологией, его судьбой. То есть проявить интерес к его жизни. А пока он рассказывает, чтобы его мировоззрение не засасывало, вы со стороны смотрите, где эта точка боли, что вы его недолюбили или что. И вы хотя бы для себя поймёте, где его точка боли. И вы будете понимать. И у вас уже не будет резонировать внутри что-то доказывать. Вы будете понимать, что это израненный человек. Поэтому ему нужно доказать свою правоту перед всеми. Для этого он всю жизнь нарабатывал железную урологику, чтобы спрятать свой сломанный хребет. То есть сломанную мужскую основу. То есть он компенсирует, что он мужчина, именно вот это доказывая кому-то что-то логикой. А внутри где-то у настоящего мужчины сломанного, либо нет. Ну, есть у него такое. Для него... У него только есть одна точка зрения, что он всегда прав. То есть он не приемлет никого никогда и будет спорить прям вообще до последнего. То есть, ну, тяжело. Он, понимаете, почему будет спорить? Вот он, если позволит себя спорить, он себя самого под такой вопрос поставит. Это будет удар ниже пояса, и он сломится. Он себя потом загрызет, загнобит, что он такой нехороший, что он такой слабак. Он за счет этого утверждает свою силу, потому что по-другому не может. И если вы поймете, что он утверждает из глубинной боли, из глубинного психологического слома, вот нашел такую точку утвердения себя, у вас действительно милосердие и сострадание проявятся к нему. И вы спор будете слушать с внутренней улыбкой и с внутренней любовью. Но не как к отчиму, а именно на энергиях сострадания, любовью к его душе, отогревая его слою. У меня есть к нему чувство жалости. От того, что мы спорим, у меня к нему хуже отношения не становится. То есть я не могу на него долго злиться. То есть мои чувства, они все равно выше. То есть это временно какое-то. Отлично, просто отлично. К сожалению, что у меня у мамы какого нет. Ну это тоже как-то лечиться и целиться. То есть, понимаете, тоже какая-то ваша точка боли. И если ее найти по цели, то есть это тоже не свобода. Это тоже не свобода, не любовь к маме. Свобода – это всегда ко всем любовь. Ситуациям людям, да. И просто это тоже надо смотреть и лечить как-то. Благодарю вас. А запись вы оставите? Я хочу еще раз под запись кое-что написать себе. Да, запись. Я на своей странице выложу в понедельник, а в женском пространстве, наверное, Настюша завтра выложит. Может быть, сегодня даже. Вот. В женском пространстве, по-моему, да. Это раньше была онлайн-школа травоведания, сейчас она переключилась в онлайн-пространство для женщин. Просто переименовали, разделили на две группы. Спасибо, Татьяна. Не свобода в доверии к миру, вселенной. Вот если можно, тоже бы вживую поговорить и уточнить по моментам, так эффективнее будет. Не свобода в доверии к миру, вселенной. Ольга. Добрый вечер. От меня вопрос. Да. Расскажите. А, вот, кстати, Настюша пишет, также видео придет в рассылке к тем, кто был зарегистрирован. То есть вам, возможно, прямо в рассылке видео придет. Оля, вот расскажите конкретно, в чем, в каких ситуациях вот это вот недоверие к миру? Что, что-то может решиться само собой, без моего участия. То есть вы все время все держите под контролем. Я правильно понимаю? И что вам нужно вот это решить? Конечно, конечно. Вы знаете, а вы кто? Вот у вас, то есть вы логик, вам структурное мышление больше подвластно, то есть в вашей психологии вы логически больше мыслите, да? Чем, чем что? Чем, чем мыслю? Чем, скажем так, интуитивно? Ну, да, наверное, да. Да, вот теперь давайте логически пойдем. Вот, представляете, вы же понимаете, что эта вселенная, она не возникла просто так, да? Понимаю. Да, вот. И теперь представьте разум, который это создавал. То есть это великий такой разум, большой. Это какой-то такой очень мощный, скажем, человек, да, с большой буквы. И что он сделал? Вот хорошо нарисовать структуру мира, когда есть какая-то база, основа. А вы представляете, он с нуля. Нарисовал вот эти листики у цветочков. То есть, понимаете, они же все разные. И вы присмотритесь в листики. Вот вы пойдете в лес и посмотрите. Интересно, а какую мысль вот здесь такие вот окантовка? Это же он что-то чувствовал и проживал, когда закладывал. Ведь когда художник рисует картину, он не просто так, он какое-то чувство. А вот здесь такой длиненый листик, а еще резьба, да. Это вот я бы, когда рисовала. То есть, каким бы чувством я нарисовала вот эти линии, либо расходящиеся, да. А вот вы посмотрите, какие закаты. Ведь они каждый раз разные. Он продумал так, что даже когда есть облака, все равно небо становится красивым восходом. И вот он не только это родил с нуля в своей голове, всю красоту мира, листочков, цветочков, вот эти бесподобные ароматы, вот эти голоса птиц сначала родил в своей голове, да. Вот представьте, а потом он это все за счет физики, математики, других, материализовал каких-то процессов. И вот когда вы чем больше будете размышлять на тем, как он создал, то есть, когда вы его отчеловечите, что это человек с большими способностями, который с нуля это создал, вы поймете, какой у нас потрясающий. И если он предусмотрел всю эту красоту и создал, вот наверняка свои любимые творения, детей он не обделил. Вот, это для мозга, это для логиков. А теперь для тех, кто интуитивно чувствует, это можно почувствовать только на природе. То есть, вот это доверие мирозданию можно прожить внутри, когда вы выезжаете на базу куда-то, у вас внутри вот эта вот рекрественная нагрузка города спадает, да. И вот там начинают появляться ситуации, там начинаете мечтать локально. Вот я хочу того-то, и вы наблюдаете, как работает мир. У меня очень ярким примером было, однажды мы с подругой пошли на ремень, но не по обычной стороне, а по задней стороне. И вот мы идем, там трава выше меня ростом, там вот лошадь прошлась, вот легкая тропинка, которую слегка видно, и мы шли с подругой только по меткам. И в один момент метки закончились. И вот там, в этой траве, вот мы пройдем, следа не остается, а там трава завалена кругами, и уже зверьем пахнет. Мы такие, да, пора что-то это, где-то мы заблудились. Все смотрим камни, вот раз, с курубниками, с камнями. Мы думаем, ну, заберемся, где мы есть. Забираемся и смотрим, вот до Еремелия там недалеко, мы по верхушке пройдем. Но мы так устали по этой траве с лепнями. Уже вечер, поздно. Мы идем и мечтаем, ой, вот кто-нибудь нам бы палатку поставил, поесть бы приготовил, накормил нас. Уже сил нету, ни то, ни другое идет. Идем посреди дороги тропинки уже, в которой у Еремеля стоит там бал, мужик за два метра роста. И что, говорят, девчонки, вы откуда? Мы, ну, вот оттуда устали. Он говорит, пойдемте, говорит. Приводят, там женщина. Пойдемте, говорит, к нам. Там женщина, значит, ребенок и он. И они рассказывают ситуацию, что когда они начали готовить ужин, они хотели вот только на них. И, говорит, я, говорит, ну, говорю, нет, я себе вот, я ищу лишнего пакетика. Сброшу гречки с тушенкой и сварю сверху. Вот, говорит, хочется так, да. Палатку он нам поставил. Нас накормили. То есть заранее кто-то знал, что мы туда придем. Он зачем-то вышел на эту тропу. Вообще непонятно зачем. Он увидел нас. И вот когда на природе вот такие маленькие желания, они выполняются очень быстро. То есть там нету вот этой тягучей среды. Там людей меньше не надо, то есть задействовать очень многие процессы между людьми. И вот это вот выполняется. И я думаю, что если вы... Я в свое время это отслеживала, как я говорю, галочками в голове. Я это прям фиксировала. Вот когда случалось чудо, чудесное стечение событий. Меня всегда навстречаешь другу, которого хотел. Чудо, что не ладилось, а тут само все сложилось. И это просто галочками жирными в голове помечало. Потому что я радиофизик. И пока мне миллион раз что-то не докажешь, я не поверю. То есть у меня вот это была вот чисто фиксация. Вот. Потом уже она вот доходила до состояния автоматизма вот в глубину клетки, когда вот я, как я говорила, о красоте размышляла, как рисовались листики и закаты. Это была логика. Но она дала подниманию Бога как бы понимание другое представляющее, что он не строгий, что он очень чувственный, он очень романтичный. И что это есть в нас тоже. Эта черта есть в наших мужчинах. Раньше девочек, вот их как учили учить, мужчины чувствовать вот эту силу? Они так и делали. Выводили, учили посмотреть. Цветочек, вот закат, это все Бог создал. Представляешь, какой он сильный, что смог создать. Их приучали, что мужчина, он обладает такой же силой, как и Бог, творить материальность. И в нем вот это есть вдохновение, есть прекрасные черты. И девочки, даже в сильном, грубоватом мужчине, приучались видеть. В грубости они замечали силу вот эту. И вот таким образом они из грубого мужика постепенно делали вдохновленного мужчину, который творил реальность по-другому. И любовь их в сердце жила вот еще за счет ощущения вот этой божественной искры внутри. Ну что, я немножко убедила, нет? Будем пробовать. Пробуйте. Благодарю. Пожалуйста. Ну, я больше вопросов не вижу. И думаю, для начала достаточно. Иначе произойдет перегруз информации. Главное, потеряется. Вот. Так что, девочки, я думаю, что я еще буду какие-то вебинары бесплатно устраивать на эту тему. И если вам какие-то темы хочется, чтобы я озвучила, вы можете писать либо в запросах вот женского пространства в сообщениях, либо в не в личном сообщении ВКонтакте. Я буду эти темы собирать, компоновать и устраивать какие-то вебинарчики по запросу. Ну, спасибо вам всем за участие. Доброго вечера. Ну, и хорошего настроения. Вот. Отключаюсь. 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 Продолжение следует...